Микс Ньюс Радио Болтком. Программа «Абонент» доступен. Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент» доступен. В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня политолог Леонид Гозман. Здравствуйте. Здравствуйте. Как чувствуете себя в самоизоляции? Ну, как вам сказать? Ну, хреново, конечно, все это отвратительно, потому что жизнь нормальная нарушена. Вот, ну, вот, да. Надеюсь, что это пройдет. Ну, в Москве... У вас же тоже там карантин, да? Карантинные меры. У нас выходить на улицу можно, но собираться больше, чем двум людям нельзя. Ну, определенное ограничение. Ну, понятно, да. Ну, у нас вроде уже теперь и по улицам нельзя ходить. Да, но в Москве, насколько мы знаем, объявлен так называемый режим всеобщей изоляции. В то же время многие указывают на такую юридическую неточность для того, чтобы соблюдать этот режим, что карантина как бы нет, а штрафы предусмотрены за его несоблюдение. Как вы вообще ситуацию оцениваете изнутри? Это прекрасно. У нас, понимаете, наша страна, вот империя российская, да, и в советский период, и даже в досоветский, она имела замечательные традиции говорить одно, иметь, подразумевать что-то другое совсем, да? Там, ну, не знаю, свобода в Сталинской Конституции, например, да, или там еще масса таких вещей. Вот. И здесь у нас сейчас тоже идет, конечно, такой совершенно удивительный бардак. Придумывается термин самоизоляция. Понимаете, самоизоляция, это если я сам решил, да, если мне говорят, не выходи, гад, из дома, если выйдешь, мы тебя, значит, там то-сё, то это не самоизоляция, это изоляция, да? Вот. Кроме того, говорится, что ко мне обращаются с просьбой не выходить из дома. Ну, за нарушение этой просьбы меня будут штрафовать, и, может быть, даже сажать в тюрьму. Вот. Это удивительно, конечно, совершенно. Вот. Ну, пока ясно, что наши власти, ну, кроме борьбы с пандемией, они еще и пытаются, конечно, устроить очень много радостного для того, чтобы это потом использовать, когда вирус этот задавят, уже для контроля за людьми, для подавления вообще всего и так далее. К сожалению, это так. То есть вы имеете в виду вот эту процедуру слежки, которую сейчас планируют внедрить в Россию? Да, конечно. Конечно, конечно. Вот. Знаете, вот как цены имеют эластичность только в одну сторону, то есть они легко повышаются, но очень медленно снижаются, так и всякие запретительные меры, по крайней мере, в нашей стране, они объявляются как временные, потом становятся совершенно постоянными. Вот. Поэтому все это, разумеется, не радует, но ничего, преодолеем как-нибудь. То есть есть риск, что те свободы, которые ограничили сегодня, уже не вернут, вы считаете? Ну, или, по крайней мере, их вернут не полностью. То, что их вернут не полностью, в этом я уверен совершенно, 100%. Ну, понимаете, в чем дело? Вообще, в условиях чрезвычайной ситуации обостряется, не только, кстати, у политических систем, а у всех живых существ, обостряется то, к чему они готовы. Вот, например, герой такого вестерна, да, такой крутой такой парень, уходит там с шестью пистолетами и так далее, у него такая доминанта есть, значит, он чуть что, он хватает пистолет и стреляет, правильно? Вот, ну, просто вот он так устроен, он так запрограммирован, да? Наша власть запрограммирована на то, чтобы чуть что подавлять свободу, охотиться за людьми, там, ну и так далее, да? Она не только это делает, она, может, что-нибудь хорошее тоже иногда делает, но запрограммирована она именно на это. Поэтому, например, Госдума приняла совершенно безумный закон сейчас об ответственности за фейк-ньюс по эпидемии, да? То есть, главный враг – это не вирус сам по себе, не отсутствие там, не знаю, масок, средств защиты, у нас врачи заболевают, это ужасно, конечно, да, врачи должны быть защищены, вот. А главный враг – это тот, кто говорит не то, что начальство считает правильным. Вот, и тенденция на установление такого самовластия, она ведь у нас началась до пандемии, задолго до пандемии, и она просто сейчас продолжается. То есть, как бы, пандемия – это само собой, и с ней надо бороться, и так далее. И, возможно, что часть действий, которые предпринимают власти, они вполне разумные, я этого совершенно не исключаю. По крайней мере, я вполне подчиняюсь, вполне стараюсь быть дисциплинированно, подчиняться вот этим требованиям изоляции, дистанции, там, и так далее. Да, я думаю, что они разумны, мне они кажутся разумными. Вот. А, так сказать, сворачивание там демократических свобод и прочее – это параллельно идет. Ну, в Туркменистане вообще запретили слово «коронавирус», насколько нам известно, использовать? Ну, они вообще молодцы, понимаете, они впереди планеты всей, это наше будущее. Так что мы еще не дошли. То есть, Москва может стать Ашхабадом, вы считаете, в перспективе? Москва хотела стать Тагераном, это не получилось. Владимир Владимирович испугался и просто вернулся к временам самовластия. А, нет, ну, Туркмения все-таки тут еще такие, знаете, национально-культурные традиции накладываются. Думаю, что так смешно у нас не будет, а так же страшно, в принципе, они хотят сделать. Но я думаю, что у них не получится, потому что мы, что бы там ни думали люди, которые к нам плохо относятся, к России, к моей стране, мы все-таки европейская страна, вот, абсолютно европейская. И в европейской стране такого рода вещи бывают на короткий период, но никогда не бывают навсегда. Вот часто вспоминают о том, что Сталин не уехал из Москвы в сороковые, когда была война, и, соответственно, многие восприняли это как признак стабильности. Сейчас смотрят на Путина, где он? Потому что появились фотографии, что, возможно, Путин находится в бункере, тем более после посещения больницы в коммунарке, как выяснилось, главный врач этого учреждения, с которым Путин здоровался за руку, у него подтвержден ковид-19. Путин где сейчас, на ваш взгляд? Потому что Песков сказал, что работает удаленно с документами. Значит, ну, знаете, было сказано, что он на Валдае. Да, было сказано, что он на Валдае. Они ведь думают, что они не только над человеческими законами, но над законами природы. Ну, вот как можно было, вообще-то говоря, идти в эту самую больницу без масок, без всего? Неправильно? Они шли. Сказано, ребята, воздержайтесь от рукопожатия. Они не воздержались, потому что они думают, что им все можно. Но им не все можно все-таки, к счастью. Я думаю, что он в бункере. На Валдае или где-то еще, это я не знаю. Естественно, было сказано, что на Валдае. Сталин просто не успел эвакуироваться из Москвы. Сталина, как пример смелости, приводить все-таки не стоит. Потому что Сталин первые две недели войны припугался настолько, что сидел запершись и вообще не мог слова из себя выдавить. Молотов вместо него выступал с информацией о начале войны и так далее. Но, конечно, понимаете, авторитарный режим, он может существовать, если может существовать, только тогда, когда первое лицо обладает определенными нравственными психологическими характеристиками. Командир должен быть на лихом коне впереди. А если командир на Валдае или где-то еще в бункере, то вся эта самая вертикаль, которую они 20 лет строили, она, закономерным образом, разваливается и превращается в кучу такой, знаете, субстанции вонючей, из которой, собственно говоря, она и сделана. У нас это уже произошло. У нас, разумеется, у нас, ну, надо сказать, что Владимир Владимирович Путин, он целенаправленно разрушал государство. Но сейчас можно сказать, что он достиг своей цели, государство разрушено. Российского государства, мне кажется, больше просто нет. Как вы думаете, если Путин вдруг заразится коронавирусом, об этом сообщат или он просто исчезнет на какое-то время? Нет, об этом сообщать не будут. Я думаю, что об этом сообщать не будут, потому как зачем. Ну, его вылечат, конечно. Все-таки же смертельная болезнь в значительной степени еще и... То есть она смертельна, она очень опасна, да? Но вот эти смерти, которые есть, они же связаны плюс ко всему еще с тем, что не вовремя оказывается помощь, не успевают, не хватает паника, катастрофа в больницах и так далее. Ну, во всех болезнях, не только в наших, а и в Нью-Йорке. Вообще первого года, да? Москва, на ваш взгляд, готова все-таки к эпидемии коронавируса. И Москва, и вся Россия, потому что, как говорят, Москва – это не вся Россия. Это вообще отдельное государство. Ну, вы знаете, готовности, по-видимому, нет нигде. К сожалению, да? Вот в Италии, которую я очень люблю, просто катастрофа, конечно, просто катастрофа. Вот в Нью-Йорке очень плохо, на самом деле, и серьезно сейчас. Поэтому полной готовности нет нигде. У нас, конечно, мы готовы хуже, чем многие развитые страны. Ну, по той простой причине, что, во-первых, у нас меньше, чем у других запасов. У нас не хватает масок. Ну, вот, например, маску купить очень тяжело в аптеке. Вот, и не хватает защиты для врачей, что ужасно на самом деле. Кроме того, у нас такая очень неповоротливая система, которая не может наладить это все быстро. Вот, быстро производство. И еще одна вещь, понимаете, это моральные качества нашей элиты. Смотрите, там, ну, я видел фотографию, в Одессе на улице стоит какая-то роскошная машина, открыт багажник, и оттуда прямо людям раздают бесплатно маски медицинские, да. То есть, какой-то богатый человек купил маски и их раздает. У нас на фоне вот этой катастрофы государство выкупает часть Роснефти, какая-то мутная схема, которая, очевидно, обогащает некоторое количество и так сверхбогатых людей. Но я что-то не вижу, чтобы они отдавали свои дворцы под госпиталя. Вот, знаете, во время Первой мировой войны, уж на что у нас была архаичная, тупая, неэффективная монархия. Но, тем не менее, в Зимнем дворце был развернут госпиталь, а императрицы, великие княжны работали там медсестрами. Даже эта монархия понимала необходимость такого рода действий. Я таких действий у нас пока не вижу, не слышу и так далее. Поэтому нет, я думаю, что мы довольно плохо готовы, к сожалению. Ну, Алишер Усманов ведь решил направить 20 миллионов долларов, если не ошибаюсь, на помощь как раз тем, кто борется с коронавирусом. Ну, вот что-то такое начинается в этом направлении, но с большим, так сказать, опозданием. Понимаете? С большим опозданием. Это не первая реакция. Это вот первая реакция – это достать пистолет и стрелять. Понимаете? Тот, который его доставит в пистолет и стреляет в кино, он тоже может себя вести по-разному. Он тоже может себя вести. Он может не только стрелять, но и перевязывать, например. Но первая реакция у него – стрелять. Вот первая реакция у наших – это самозащита для себя. У нас стали покупать люди богатые, стали покупать эти самые, как это называется, аппараты искусственной вентиляции легких, да, которые довольно бессмысленны в домашних условиях, потому что нужно оборудовать целую реанимационную палату, иметь бригаду реаниматоров, чтобы этим делом пользоваться. Значит, первая у них реакция – самозащита. Вторая у них реакция, там, я не знаю, еще что-нибудь украсть, вывести капиталы. Ну, а потом уже, да, действительно, что-то такое человеческое появляется. У нас звонок, радиослушатель на линии, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый день. Вот знаете, вы прямо в Еле искупали душу и наших журналистов, и многих-многих, да, ну вот, а все-таки в бочке меда, диоксе, ложка есть, что-нибудь в России хорошее есть, или только все плохое. Например, у нас на латышском радио есть передача национальных, вот этих латышских по всему миру людей, да, и она так звучит, мы везде, мы латыши везде, и мы в Латвии русские, да, а вот вы себя кем чувствуете, что вы тут льете этот елей, да? Да, спасибо. Спасибо. Понятно. Я, спасибо, я не заметил, что я лью елей, вот, ну, конечно, слушателям виднее всегда, клиент всегда прав, вот, значит, я чувствую себя гражданином России, я очень хочу, чтобы в моей стране наладилось, чтобы в моей стране была нормальная жизнь, я чувствую свою страну частью Европы, я хочу, чтобы мы были частью Европы, вот, и так далее. Вот, вот, насчет, кстати, насчет Латвии могу вам сказать, что я, поскольку вы русский человек, живущий в Латвии, я хочу сказать, может, это вам тоже не понравится, я очень рад тому, что Латвия свободна. Я очень рад тому, что Латвия перестала быть одной из провинций или колоний Российской империи, а стала свободным государством. Я надеюсь, что разные проблемы Латвии, в том числе и проблемы русских людей, живущих в Латвии, будут решены демократическим путем. У нас, что касается того, что есть хорошего в нашей стране, в нашей стране очень хорошие люди, в нашей стране прекрасная культура, очень высокая культура, которую очень много дало человечеству, вот, в нашей стране масса достойных самоотверженных людей, в нашей стране масса великолепных врачей, которые работают сейчас сутками, не считаясь с угрозой для своей жизни, вот, и я надеюсь, что в конечном счете мы все наладим. В нашей стране очень плохое, враждебное людям, коррумпированное и часто преступное государство. Еще звонок примем. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Музыка позвонила нам в прямой эфир, ну, да, чтобы как раз мы напомним телефоны прямого эфира. Еще раз 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Да, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос конкретный, господина Бозванова. Вот тут были сообщения, что ваш дед якобы был расстрелян как дезертир во время войны. Насколько это соответствует? Спасибо. Это совсем не соответствует. У меня, как у всех, было два деда. Один был в блокаду в Ленинграде. Его портрет висит в музее «Дороги жизни» на Ладожском озере. Другой дед был в московском ополчении. Он был рядовым. Он служил шофером. Возил грузы на фронт и так далее. Ну, после жил мирной жизнью после войны. Так что нет, это неправда. Это распространяют люди, которым не нравится то, что я говорю. Так бывает. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Да, добрый день. Ну, знает ли ваш гость, если он так в восторге от Европейского Союза, от всей этой ситуации, он знает о том, что у нас есть более чем 220 граждан, которые по закону не могут даже сельскохозяйственную землю купить. Спрашивается, с какой целью наши, так называемся, демократы сделали. Более 100 вариантов, около 100, грубо говоря, по закону ущемлены в правах. Да, спасибо, мы поняли. У вас, про недраждан, около 80 ограничений, если быть точным. Да, и 200 тысяч, я думаю, имел в виду. Вы знаете, насчет моего восторга от Евросоюза, то как раз сейчас я глубоко разочарован Евросоюзом. Мне кажется, меня крайне огорчает, что европейские структуры, европейские комиссии, Брюссель, фактически европейское правительство, столь пассивно себя вело, по крайней мере, в первые дни и недели вот этого эпидемиологического кризиса. Я ожидал, честно говоря, большего. Я знаю, что многие ожидали большего. Я думаю, что Европейскому Союзу надо будет очень сильно пересматривать какие-то свои действия и свои подходы, потому что определять форму огурца единого по всей Европе, это, конечно, замечательная вещь, но хорошо было бы что-то еще и делать в такой критической ситуации. Что касается проблем, которые есть внутри Латвийской республики, я знаю, что они есть. Я знаю, что они есть. Меня вовсе не все восхищает то, что происходит в независимой Латвии, но я просто надеюсь на то, что очевидно работающие у вас в Латвии демократические механизмы, очевидно работающие, да, выборы нормальные, парламент нормальный, пресса и так далее, они позволят это преодолеть. И я знаю, что у вас в Латвии есть, допустим, русская партия, которая, в общем, судя по названию, должна заниматься защитой прав русскоязычных людей в стране и так далее. Я надеюсь, что все те проблемы, которые еще остались, будут преодолены. Я вижу, я вижу, ну, мои знакомые в Латвии, мне это рассказывают, и русские, и латыши, что некоторые проблемы решены, некоторые еще нет. Дай вам Бог удачи. Еще звонок примем, много звонков на линии. Здравствуйте, радиослушатели. Добрый день, Олег. Да, Олег. Господин Гузман, вот хотел бы задать такой вопрос. Значит, в России оппозиция демократическая есть, но нету лидера. Вот когда все-таки произойдет какая-то консолидация, да, и потому что некого выбирать из этой демократической шелухи то, что у вас. Ну, вот, в конце концов, когда? Да, спасибо. Вы знаете, значит, ну, во-первых, консолидация произошла. Например, я вам хочу привести конкретный пример. 25 марта, выступая, обращаясь к нации, Владимир Владимирович Путин отменил голосование 22 апреля, которое, ну, якобы голосование, все это фейк, все это цирк, но, тем не менее, для него это все было очень важно по утверждению, так называемых, поправок Конституции, а фактически по уничтожению Конституции. Почему он отменил это голосование? Время работает против него. Число людей, которые выступают против его вечного управления, растет с каждым днем в нашей стране. Поэтому надо было все быстро очень сделать. Почему он отменил? Потому что разные люди, разные оппозиционные структуры, оппозиционные граждане и так далее, не координируясь друг с другом, не сговариваясь, не выдвигая общего лидера, вели очень активную работу против проведения голосования в условиях пандемии. И Владимир Владимирович Путин понял, что народ уже осознал, что только абсолютно преступная власть способна в таких условиях проводить голосование, что это проводить фактически массовое убийство людей. Вот это был очевидный успех оппозиции. Я не думаю, чтобы сначала выдвигался лидер, а потом были какие-то успехи. Сначала добиваются успехов, потом появляются лидеры. Обратите внимание, что за последнее время российская оппозиция добилась довольно многого. Протесты против храма, против строительства храма, а заодно и элитного жилья на месте городского сквера в Екатеринбурге закончились успехом. Протесты против преследования журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики, закончились успехом. Большие успехи были достигнуты при выборах в Московскую городскую думу. И так далее, и так далее. Таких примеров на самом деле очень-очень много. А лидеры появляются потом. Лидеры появляются на волне вот этих успехов. И что очень важно для российской оппозиции сегодня, вообще для понимания того, что происходит в России, потому что пандемия там пройдет, а жизнь останется. Так вот, очень важно понять вот что, что у нас сейчас постоянно выдвигаются новые лидеры. Постоянно. Они локальные, они локальные, но это люди, которых пока никто не знает. Один из них станет президентом России. Но выборы не отменены, а перенесены на другой срок. Или же... Это не выборы. Это не выборы. Это все народное голосование, которое не предусмотрено нашими законами вообще. Они перенесены, перенесены неизвестно когда. Есть один очень тревожный момент. Они приняли сейчас закон, наши начальники приняли закон, что в условиях чрезвычайной ситуации можно откладывать проведение выборов. Не исключено, что они вообще почувствовали, что они выборы выигрывать не могут и хотят отложить и выборы в Государственную Думу 21-го года, и выборы президента 24-го. Потому что те институты, которые они построили, специально для того, чтобы можно было рисовать любые цифры, вообще все что угодно, даже этих институтов им не хватает сейчас для контроля ситуации. Но чрезвычайная ситуация, тем не менее в России не объявлена официально. Значит, вчера Государственная Дума приняла закон, дающий возможность правительству России объявлять чрезвычайную ситуацию на всей территории страны. По всей вероятности, завтра или послезавтра это решение правительства будет объявлено. Президент у нас спрятался под корягу и не хочет ничего объявлять. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Да, слушаем вас. Да, сорвался у нас звонок. Примерно другой тогда. Добрый день. Алло, добрый день, Алина. Да, задавайте вопрос. Господин Гозман, будьте добры, у меня такой вопрос. Вы считаете, что у Путина мозгов бы не хватило перенести дату вот этого голосования? Он бы продолжал тупо настаивать на 22-м, если бы вы не помогли ему принять правильное решение. Спасибо. Сам бы не догадался. Спасибо. Мы в широком плане, разумеется, когда я говорю «мы», я не имею в виду свадьбу в скромную роль, хотя я тоже стоял в том-то пикете и так далее. Мы все вместе, да? Мы не помогли ему принять правильное решение. Мы заставили его отказаться от неправильного. Это да. Насчет мозгов. Я крайне критически относясь к политике Владимира Путина. Я отношусь с большим уважением к его интеллекту и способностям. Он, конечно, все понимал. Вопрос приоритетов. Для него это голосование было важнее, мне так кажется, важнее сохранение жизни людей. Я вам приведу один пример. Он когда позавчера, по-моему, подписал указ о очередном призыве в армию, который должен был начаться 1 апреля. Этот указ настолько, так сказать, безумен, на самом деле. Понимаете, в условиях пандемии сводить молодых парней всех в одну кучу, там, толпой фактически, да, ну, как призыв проходит, вы же знаете. Это просто убийство, да? Это приказ настолько безумен, что органы, военные органы на местах стали говорить, что они откладывают исполнение. Сейчас уже вроде сказали, ну, да-да-да, мы это сделаем где-то с середины мая, да? Но на кой дьявол президент подписал указ о призыве с 1 апреля? Почему он не мог сразу сказать, что весенний призыв в этих условиях начнется, там, не знаю, 15 мая? Почему он не мог этого сказать? Он этого не сказал, да? Он этого не сказал. Его приоритеты совершенно другие. Еще звонок у нас. Да, мы слушаем вас. Добрый. Добрый. Отвечу насчет призыва. Задавайте вопрос, пожалуйста. У нас не время. В течение трех месяцев. А по поводу вопроса, значит, на фоне вот этих всех инсинуаций, которые ваш гость нам здесь выкладывает, у нас здесь тоже есть критики латвийской политики. И когда начинают жестко критиковать политическую власть в Латвии, нам говорят очень конкретную фразу «Чемодан, вокзал, Россия». Не нравится вам такая политическая жизнь в Латвии? Валите в свою Россию. А почему вот вы, критикуя Путина и государственную власть России, не соберете свой чемодан и, по примеру, очень многих не переедете там, к образцу которого вы призываете построить Россию? Спасибо. Да, спасибо. Но, во-первых, далеко не все говорят про чемодан, вокзал, Россия. Это такое обобщение. Но, тем не менее, это я от себя ожидал. Но это можно услышать, действительно, да, эту фразу. Можно услышать у нас, можно услышать то же самое. Мне, поскольку я этнический еврей, мне довольно часто говорят, что я уезжал к себе в Израиль. Значит, я хочу сказать словами Высоцкого, не волнуйтесь, не надейтесь, я никуда уезжать не собираюсь, я остаюсь в России, потому что Россия – это моя страна. Она моя страна, она принадлежит мне. Точно так же, как и другим 140 миллионам моих сограждан. Я хочу, чтобы она была другой. Я хочу, чтобы она была лучше, с моей точки зрения. А то, что у Вас критикуют Латвию, это очень хорошо, это правильно. Так и должно быть. Еще звонок у нас так только что был, сорвался. Напомню, телефоны прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как Вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Вот я полностью согласен с предыдущим слушателем. Хотел бы у господина Госмана спросить. Вот Вы критикуете Путина. Неужели Вы не понимаете, что Путин для Вас – это самый наилучший вариант? Это для Вас спасение. Дидеры, я с Вами полностью согласен, обязательно появятся. Но они будут такие, как Мозговой, Захарченко, которых реквизировали вовремя. Вы этого не боитесь? Спасибо. Спасибо. Вы знаете, что меня поражает в некоторых случаях, что Вы, сейчас все последние, слушайте последний за Ваши вопрос, живя в другой стране, считают, что он лучше меня, например, понимает, что происходит в моей. Нет, Путин далеко не лучше для нас. И Путин крайне деструктивен для России, мне кажется. Я думаю, что чем дольше Владимир Владимирович Путин будет у власти, тем хуже для России, чем хуже для мира. Я думаю, что после его ухода по разным причинам, это может произойти разным способом, у нас может быть лучше, чем при нем, а может быть хуже, чем при нем, между прочим. Это никто не исключает, никто гарантировать не может. Но чем дольше этот режим существует, тем более сложным, мягко говоря, неприятным или даже кровавым будет тот период, который будет после Владимира Владимировича Путина. При этом еще раз хочу сказать, я лично к нему отношусь с уважением, я считаю его умным человеком. Более того, я думаю, что тут со мной не согласятся очень многие люди из оппозиционного лагеря, я думаю, что в первые годы своего правления Владимир Владимирович Путин сделал довольно много правильных, позитивных и таких, ну, нужных стране шагов. В первые годы. Потом негатив стал превалировать, к сожалению. Почему, на ваш взгляд, это произошло, этот перелом, как вы это видите? Значит, вы знаете, ну, смотрите, есть как бы объективные вещи, это разрушенные институты. Владимир Владимирович, ну, вот меня это тревожило с самого момента его прихода к власти, он же такой офицер спецслужбы, да, вот, менталитет спецслужбы, любой, российской, американской, вашей, любой абсолютно спецслужбы, это менталитет совершенно особый. Это закрытость, это недоверие ко всем, это ощущение себя над законом, там, и так далее, и так далее. Они нужны как инструмент, но профессионал из спецслужбы не должен становиться, с моей точки зрения, главой демократического государства. Меня это беспокоило с момента прихода Путина к власти, пока он еще ничего плохого не сделал. Вот, значит, и он с самого начала не доверял демократию, он пытался подавить свободную прессу, он ее не любил, там, и так далее. Сравните с Борисом Николаевичем Ельцином, который, у которого были, у которого не было ангелов в аплоте, разумеется, но там, допустим, уж как его полоскали в прессе, да, как полоскали, и сколько его ближних, ближних бояр ему говорили, Борис Николаевич, давайте мы их сейчас вот прям вот так вот к ногтю и так далее. Он никогда не позволял сделать ничего против свободной прессы. Путин вел себя иначе. вторая, так что вот были объективные вещи, институты были разрушены, и он их продолжал разрушать, к сожалению, Владимир Владимирович Путин. Вторая, это его личные качества, мне кажется, которые, ну, ему понравилось быть у власти, он не видел никого, кто может его заменить, и так далее, и так далее. Поэтому начался вот этот фарс с преемником, с исполняющим обязанности президента, ну, а потом, конечно, он совершил трагическую для страны ошибку в 19-м году, вернувшись в Кремль. Если он в 19-м году не вернулся, то, возможно, наше развитие было бы значительно более позитивным. Еще звонок у нас, да, здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, вот Ельцин позволил, он всем все позволял, и взрывать, и воровать, и грабить. У меня вопрос такой будет, вот, господин Гозман, вы сказали, очевидно, несколько раз упомянули, вот вам здесь очевидно, это очевидит, а здесь не очевидно. Вот вы говоря о Латвии, очевидно работа демокративских институтов. И вот ваша, значит, либеральная вся общественность, вот у нее очень странное спрашивает, вот закон, значит, о повышении пенсионного возраста, это, говорит, за пределами добра и зла, а в Латвии, ну да, не здорово, понимаете, вот русский язык, запрет на образование, ну не здорово, то есть вот ваше очевидение, ваше либеральное, то есть это не здорово, когда запредельно, просто, ну, махровое идет, беззакончено, а здесь, ну да, ну вот, очевидно, да, то есть вот ваша, ваша очевидение. Да, мы поняли вас. Да. Спасибо. Вы знаете, вы знаете, я вообще думаю, ну, я не альбат, к ней претензии предъявляются, я-то причем, значит, я за себя отвечаю, за свои слова, понимаете, в чем дело, я не считаю себя компетентным судить о конкретных вещах в вашей стране, вот, вы там живете, это ваше, это ваше дело, это ваша, ваша ответственность, на самом деле, да, вот, какие-то вещи, которые у вас происходят, мне рассказывали там мои какие-то знакомые, в том числе, занимавшие или занимающие очень высокое положение в Латвии, они мне категорически не нравятся, вот, но я не считаю себя возможным, вправе об этом высказываться, я говорю о своей стране, что касается очевидности того, что у вас работают демократические институты, вот, смотрите, проходит в Латвии, да не только в Латвии, в Эстонии, в Литве, в Польше, да, проходят выборы, мне далеко не всегда нравится, кто там, ну, не хочу говорить про Латвию, естественно, но там, допустим, кто побеждает в Польше, допустим, да, мне не нравится, все мои польские друзья, у меня есть из польских моих друзей, знакомых, они, допустим, против партии Качинского, против партии права и справедливости, вот, они все против, да, вот, но я не вижу, не слышу разговоров о том, что выборы были фальсифицированы, например, да, что просто кинули там еще 20% бюллетеней, поэтому такие результаты, да, я вообще почти нигде не слышу таких разговоров, кроме как у России, ну, еще нескольких странах, которые мне относятся, к счастью, Латвия, и я думаю, что если работают механизмы выборов, если есть оппозиционные партии, если есть оппозиционные партии, оппозиционная пресса, то кто бы вам не говорил, чемодан-вокзал Россия, естественно, идиоты есть везде, в том числе в Латвии, это понятно, вот, кто бы вам таких глупостей не говорил, у вас есть возможность бороться за то, чтобы в вашей стране было все нормально по-человечески, или чтобы в ней было так, как вы считаете правильным, да, вот, ну, это нормально. Успеем ли мы принять еще звонок, да, звукорежиссер говорит, что можно. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Глеб, великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин в своем письме недословно сказал примерно следующее, отечество мое мне омердительно, но я не считаю возможным морально обсуждать свое отечество с иностранцем. У нас в Латвии, господин Гозман, преступление и принятие гражданства, человек приносит клятву, где обещает умереть за Латвию. Я хочу вас спросить, вы как гражданин России, готовы умереть за Россию? Да, спасибо, ну, да, не совсем дословно, может быть, наш униослушатель озвучит. Да, явно, явно не дословно, да, вот, ну ладно, нет, нет времени. Вы знаете, что, я бы предпочел жить за свою страну, а не умереть за нее, но оба моих деда воевали, мой отец тоже воевал, вот, я, я офицер запаса, вот, так что, все нормально, не беспокойтесь. Вот, еще раз, что написано в присяге, которую приносят, вступая в гражданство Латвии, это дело Латвии, это не мое дело. Если вам это не нравится, сделайте, чтобы было иначе. А я буду делать в своей стране. Спасибо вам, что вы вышли к нам в прямой эфир программы «Абонент доступен». Политолог Леонид Гозман был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, удачи.